Дагестан получит более 100 миллионов рублей на доплату медикам, работающим в условиях борьбы с коронавирусом. Такое постановление подписал глава российского правительства Михаил Мишустин. Минздрав предлагает назначить врачам скорой помощи выплаты в размере 80% средней зарплаты. Для среднего медперсонала размер надбавок составит 40%, для фельдшеров и других категорий младшего персонала 20%. В их число входят также водители и санитары. Самые высокие доплаты должны будут получить доктора, которые непосредственно оказывают помощь инфицированным больным в условиях стационара. Они получат дополнительные выплаты в размере 100% среднемесячного дохода. Всего на поддержку республик СКФО было выделено около 350 миллионов рублей. Новых случаев заболевания COVID-19 в Дагестане нет. По данным Роспотребнадзора, на 4 апреля в республике 25 человек заражены коронавирусной инфекцией. Число заболевших со 2 апреля не изменилось. Однако выявлены 25 граждан, чьи предварительные тесты оказались положительными. Они направлены в Москву на перепроверку. Количество обследованных лиц в республике достигло 2300 человек. В настоящее время в реанимации в стабильно тяжелом состоянии находятся 3 человека. У одной пациентки 85 лет диагноз COVID-19 подтвержден. У других 67 и 63 года. Первичный тест положительный. С подозрением на коронавирус госпитализирована врач Ботлевской районной больницы. Состояние ее удовлетворительное. Установлен полный круг контактов среди медработников, пациентов и членов семьи. Дезинформация о коронавирусе наводнила интернет и социальные сети. Эксперты призывают пользователей соблюдать информационную гигиену. Очередная попытка якобы разоблачения потерпела провал. На видео женщина, как оказалось сотрудница больницы, показывает пустующие палаты, указывая на отсутствие в республике больных COVID-19. Вот. Это есть инфекционное отделение. Ничего не бойтесь. Живите и радуйтесь. Как выяснилось, медработница по непонятным причинам выдала городскую клиническую больницу за махачкалинскую инфекционную, снимая при этом койки, которые находятся на данный момент в резерве на случай возможного увеличения количества больных. Уважаемые друзья, сегодня большой резонанс вызвал видеоролик, который якобы был снят в инфекционной больнице с пустующими палатами, и что в Дагестане нет коронавирусных пациентов. Ответственно заявляю, что данное видео было снято именно в этом месте, в отделении неврологии городской клинической больницы, где мы сейчас находимся. На видео было зафиксировано, что пустуют палаты, вот я их покажу, это палаты 5, 4 и 3. Они все пустуют, и все палаты в этом отделении пустуют, потому что мы, городская клиническая больница, являемся резервной больницей, которая готовится к приему коронавирусных пациентов, поэтому пока здесь нет ни одного пациента. Уважаемые друзья, просьба верить только достоверной информацией, не распространять фейковую информацию, за это грозит уголовное наказание. Берегите себя, оставайтесь дома. По данным пресс-службы Минздрава, на сегодняшний день все зараженные находятся в центре инфекционных болезней. Личность женщины установлена, к ней будут применены меры дисциплинарного взыскания. Видео, которое я вам показала, не имеет никакого отношения к инфекционной больнице. Я извиняюсь, прошу прощения, что донесла до населения неправильную информацию. Я вас очень прошу, не верьте этому. Берегите себя и своих родных. Как поддержать малый и средний бизнес? Об этом на совещании в режиме видеоконференции говорил Владимир Васильев. Он призвал глав районов и городов республики поддержать предпринимателей. Мы знаем, что в России определили около 600 жизненно важных предприятий. У нас есть филиалы регионов, но мы с вами определяем для себя жизненно важные. И вас, уважаемые руководители регионов, прошу каждого, определите, что для вас жизненно важно. Мы будем их поддерживать. Если мы сейчас будем помогать бизнесу, бизнес поможет нам. Во-первых, он выживет, а потом поможет. Это, знаете, как кормилицу корову нельзя резать. Не проживем. Так и бизнес. Мы должны поддержать. Васильев отметил, что на поддержку бизнеса в республику направляются деньги из федерального центра. Кроме того, в региональном бюджете заложены средства на эти цели. Насколько стабильна сегодня ситуация в экономике Дагестана, говорили в правительстве республики. Премьер министра региона отметил, что бюджет будет претерпевать определенные изменения. Поэтому уже в ближайшую неделю чиновники определят, на какой более оптимальный режим выйти по ряду статей в части экономики. И какие статьи, наоборот, будут увеличены в плане финансирования. Определят также, какие предприятия смогут рассчитывать на первоочередную поддержку от государства. Этот перечень будет у нас достаточно такой подвижный, в зависимости от того, как будет меняться обстановка. В соответствии с этим перечнем мы будем просить формы государственной поддержки на уровне федерации. Мы будем также просить ввести особый режим функционирования этих предприятий, чтобы не останавливать их работу. Среди них есть те, которые выполняют оборонзаказ. Среди этих предприятий есть там, где большое число занято дагестанцев. Поэтому нам надо принять меры, которые позволят не приостанавливать их работу. Карантин карантином, а жизнь продолжает идти своим чередом. Помимо больных коронавирусом, есть люди, которым для поддержания жизни необходима донорская кровь. И главное отделение службы крови в Махачкале обеспокоено. Из-за введенного режима самоизоляции запасы крови могут иссякнуть. Они обратились к дагестанцам не оставаться в стороне. Для того, чтобы люди свободно могли сдать кровь, приняты особые меры. Какие именно узнавал Хамзан Нурмагомедов? На всю республику в день обычный мы принимаем 70 доноров, 70-100. Но в связи с этими событиями в последние дни мы принимаем 25-30. Это для республики мало. Поэтому нас просим сознательных граждан и наших доноров. Пожалуйста, свяжитесь с нами. Каждого обратившегося донора на спецмашине привозят в службу крови. Мы сейчас покажем вам, как это все происходит. Без бахилы защитной маски нас не впустили. Сразу же в ход электронным градусникам измерили температуру. Очень удобно, кстати. Он сразу показывает температуру у нашего донора. А сколько еще менять? Сейчас у вас 36,2. Температура в норме отправили заполнять анкету. После спросили о самочувствии и измерили давление. Даже врач определяет объем собираемой крови и направляет на донацию. В среднем донор за один раз дает 400-450 мл крови. Ее максимальный срок годности – 42 дня. Поэтому запасы крови постоянно должны пополняться. Даже в условиях карантина. Как нам сообщили врачи, специалисты, в лаборатории принимают только 5 человек. Укладывают через каждое кресло, чтобы соблюдать все меры предосторожности. После сдачи крови донор выбирает для себя либо бесплатно пообедать, либо получить деньги в размере 500 рублей. Но самая главная мотивация – чувство радости, что твоя кровь спасет чью-то жизнь. От начала моего пути, как только я зашел в службу крови, у меня это заняло где-то минут 20-25. В условиях такой тяжелой жизненной ситуации, когда распространяется подыме коронавируса, все находятся дома, эта кровь действительно в очень ограниченном количестве. И сдав кровь, один человек спасает три жизни. И у нас есть эта возможность, все меры безопасности соблюдаются. Поэтому, кто желает, может сделать это доброе дело. Чтобы сдать кровь, можно обратиться по номеру, который вы видите на экране. Вас не только привезут на станцию переливания крови, но и отвезут обратно. Хамза Нурмагамидов, Нурмагамид Магамидов, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Сегодня, несмотря на сложности, вызванные пандемией, был проведен онлайн-диктант на аварском языке. Целью акции является сохранение и популяризация аварского как родного языка. О том, как дистанционно проверяли свои познания в родном языке, расскажет Алина Багилова. Она с нами на связи. Алина, здравствуй. Здравствуйте, Джамиля. Несмотря на отмену всех массовых мероприятий, общественная организация поддержки молодежи Аварал решила не отменять запланированные ранее диктанты и провела его в онлайн-формате. В связи с пандемией нам, соответственно, пришлось поменять свои планы, но отказываться от мероприятия мы были не намерены. Поэтому мы решили его перенести в онлайн-режим. То есть люди, сидя дома, могут спокойно с двух платформ зайти. Это Инстаграм и Ютуб. Мероприятие в онлайн-режиме охватило все регионы России. К диктанту смогли присоединиться и написать его более тысячи человек. Надо было записать правильно все предложения на Аварском, успевая за диктором. Площадкой для онлайн-мероприятий сделали такие популярные соцсети, как Инстаграм и Ютуб. Эти ребята, которые выросли в городе, которые немножко оторваны от родного языка и плохо владеют им, они поняли, что без знания родного языка невозможно быть представителем того или иного народа. И они пропагандируют и сами изучают эти языки. Язык, он всегда в любую погоду, в любое время, даже в самое трудное время должен функционировать. И мы не должны об этом забывать. Написанные работы после диктанта были отправлены на проверку учителям родного языка. Такие местные диктанты выросли до масштаба общероссийских акций, так как количество людей, желающих знать свой родной язык и свое наследие, неуклонно растет. Но и отсутствие разговорной практики навыков письма и чтения на родном могут привести к забвению и искажению слов языка предков. Ветерана Великой Отечественной войны получит от предпринимателя Сулеймана Керимова по 1 миллиону рублей. Ранее было известно, что сенатор намерен выделить ко дню победы по миллиону рублей ветеранам, проживающим в городе Дербенте. Сам бизнесмен является уроженцем этого города. Однако после опубликования этой новости в СМИ к Керимову обратились жители республики с просьбой сделать такой же подарок всем дагестанским ветеранам и защитникам блокадного Ленинграда. Сейчас в республике живут 82 ветерана Великой Отечественной войны и 9 блокадников. Расходы Керимова ориентировочно составят 91 миллион рублей. В Ахтынском районе фонд имени учителя Махмуда Абдул-Керимова провел благотворительную акцию. Жителям раздали 5000 масок, 40 пачек перчаток и 300 литров антисептика. Параллельно активисты беседовали с людьми, призывали соблюдать режим самоизоляции, обезопасив тем самым себя и свою семью. Фонд «Инсан» продолжает ежеквартальную акцию «Продукты в каждый дом». Нуждающимся семьям были доставлены продукты первой необходимости. Акция прошла по всей республике. В качестве волонтеров в ней приняли участие представители власти и именитые спортсмены. Абдул-Алиф расскажет подробнее. Пока все население страны думает о том, как прожить в период самоизоляции, фонд «Инсан» решил оказать материальную помощь нуждающимся людям. На одну только Махачкалу выделено 1500 коробок с продуктами. Всего же по республике распределено около 5000 продуктовых наборов. Среди 2000 семей. По самому руководству фонда «Инсан» акция позволит этим семьям, как минимум на период самоизоляции, не выходить из дома, чтобы купить продукты. В продуктовый набор уходят перечень продуктов. Первая необходимость – это 5 кг муки, сахар, рис, гречка, макароны, литр масла и заварочный чай. Плюс мы на каждый адрес добавляем медицинские маски тоже к продуктовым наборам, чтобы люди как-то в это тяжелое положение могли себя обезопасить от заболевания этой тяжелой болезни. Мероприятие проводится с целью, чтобы не было необходимости у людей в это тяжелое положение выйти на улицу за продуктами и так далее, когда каждому из нас рекомендуется находиться дома в самоизоляции. Эти люди с утра пришли не за помощью, а наоборот сами стали помощниками в благом деле. Сотни волонтеров спешат стать участниками акции «Продукты в каждый дом». Поводов для беспокойства нет. Представителями фонда приняты все необходимые меры безопасности. Учитывая текущую ситуацию во всем мире, все волонтеры предварительно проходят дезинфекцию. Также на каждом из них присутствует маска и все предупреждены о важности соблюдения мер безопасности. В качестве волонтеров акцию поддержали представители правительства и именитые спортсмены. Каждый из них считает, что именно в такой период нуждающимся людям больше всего необходима помощь и поддержка. Благотворительная помощь нуждающимся особенно актуальна в режиме пандемии. Я благодарна благотворительному фонду «Инсан» за их инициативу, к которой подключились кадровый резерв Республики Дагестан, главы Республики Владимира Абдуалевича и Министерство по делам молодежи. Мы сегодня присутствуем на благотворительной акции, во время которой сотни жителей нашей Республики, это и пенсионеры, и вдовы, и многодетные мамы, и дети-сироты, получат определенную материальную помощь в виде продуктовых наборов, получат ту поддержку, которая поможет им пройти и выдержать этот период самоизоляции. Критические моменты истории для дагестанцев характерны, что мы очень собираемся и помогаем тем, кто находится рядом и кто в трудном положении, кому сейчас действительно тяжело. Именно поэтому сейчас вы видели очень много добровольцев, готовых помочь. До этого был объявлен сбор, и сбор тоже показал, что наши люди действительно в такой момент они готовы помогать друг другу. Не все люди работают в гостработах, и не все получают зарплату. Поэтому хочу призывать, что у кого есть возможность, сами, если кто-то знает, поехали, поддержали, помогали нашим старикам, нашим старшим. Старший преподаватель дагестанского гуманитарного института Асхабали Мурзаев, увидев объявление фонда «Инсан» о необходимости в помощи волонтеров, сразу решил для себя, что должен стать участником этой акции. Для себя он считает долгом в этот нелегкий час оказать помощь своим землякам, ведь многие из них из-за самоизоляции потеряли возможность заработать, а значит и прокормить свою семью. Фонд «Инсан» всю работу провел уже за нас. То есть нам выходить, искать этих людей, покупать продукты, ничего не нужно. Фонд «Инсан» купил определенный набор продуктов и решил сделать всю эту работу за нас. Наше дело остается довести эти продукты до нуждающихся. И я думаю, что данная акция, она не только служит какой-то помощью для нуждающихся, это еще раз доказывает, что наш народ готов объединиться вокруг таких добрых дел, вокруг тех дел, которые нас сплачивают. Довольные лица, получивших помощь – самая высшая награда. Ведь в какой бы ситуации ни оказывались люди, справиться со всеми неприятностями им всегда помогала человечность и забота о ближнем. Я хочу сказать всем спасибо, что вы всем помогаете, и что вы принесли вот эти коробки. Большое спасибо. Спасибо большое, что помогаете всем в такой день, в такой карантин. Спасибо большое. Абдулла Алигнур, Магомид Магомидов, телеканал ННТ, Махачкала. Не забывают о помощи и общественные организации. Так активисты ЛАГского молодежного общества взяли под особый контроль граждан так называемой зоны риска. Волонтеры разводят продукты в Махачкале, Каспийске и в некоторых горных районах республики. Какой категории лиц больше других требуется помощь, узнавал наш корр Курбан Рагимов. В тяжелые времена рождают сильных людей. В дни самоизоляции, когда граждане, находясь дома, попали в зону риска, сочувствия и руку помощи землякам, решили оказать представители ЛАГского молодежного общества. Активисты закупились продуктами первой необходимости и развозят их по домам. Сегодня уже четвертый день, как мы помогаем. Сегодня тоже 10 бойков будем раздавать в городе Махачкале и в Крыгороде. Хотел бы еще раз поблагодарить всех неравнодушных спонсоров, которые помогают. И также хотел бы призвать еще волонтеров, чтобы помогали, приходили, присоединялись во благо нашего дела. Визит общественников в эти дни заметно поправит положение нуждающихся. Список формируется по заявкам, приходящим на так называемую «горячую линию» в Инстаграм. В зоне внимания в первую очередь престарелые, а также многодетные семьи, вдовы и матери-одиночки, проживающие в тяжелых бытовых условиях. Эта семья, малоимущая семья, живет с двумя детьми, живут они на квартире. Мама работает, старается, у нее работа такая, что 200 рублей, 250 рублей она в день получает. А 250 рублей, чтобы прокормить семью, это почти ничего. Сейчас в данный момент она не работает. Эта помощь была очень кстати этой семье. Большое вам спасибо, здоровья вам. Благотворительную акцию волонтеры планируют продолжить до конца месяца. Присоединиться и поддержать эстафету добрых дел может любой желающий. Курбан Рагимов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Спасибо, спасибо. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин